Ребяшки, приветствуем вас в ветреном, но инновационном Зеленограде. Как вы знаете, с 2021 года, возможно, поступит в оборот вот этот документ. Сейчас еще покажем. Это новый паспорт РФ 2021 года. Водительское удостоверение, СНИЛС, ИНН и, собственно, сам паспорт, все будет в этой пластиковой карте. Вопросов к этому новому документу довольно много. Но если его и будут делать, то вот здесь вот, на заводе Микрон в Зеленограде. Как, возможно, будут делать новый паспорт РФ 2021 и что он собой представляет? Сейчас посмотрим. Специальный репортаж. Поехали! Древешки, мы на заводе Микрон. Да, все очень строго. Сегодня будет неудобно, но такие правила, такие правила. Итак, этап номер один. Производство паспортов нового поколения. В принципе, производство текущих геометрических паспортов – это получение сырья. Кремниевая пластина – это основное сырье для производства чипов. Это вакуумный пинцет. Берем вот так. Вот. Это и есть кремниевая пластина. Исходник и сырье для производства чипов, в том числе для паспортов. Ну или для карты тройка. В обычных условиях это все делает автомат, перемещает. Но если нужно ручками, есть вакуумный пинцет. Идем дальше. На самом деле, все очень сложно. Пытаемся объяснить простыми словами. В общем, этап номер два называется фотолитография. Помните, зовут АвтоВАЗ. То есть лист металла. Идет штамповка. Раз, через штамповку прошло, там появилась дверь, появился капот. Здесь этот процесс называется фотолитография. То есть на пластину, кремниевую пластину, наносится первичный рисунок. То есть, чтобы на пластине появился рисунок, из которого потом будут появляться конкретные чипы, нужно пройти процесс фотолитографии. Типа как штамповки на заводе АвтоВАЗ. Ребятушки, смотрите, что мне доверили. Сказали, что аккуратно, но можно донести. Итак, у нас образовался на кремниевой пластине рисунок. Но, тем не менее, вокруг, то есть будущих чипов, у нас есть некоторые лишние структуры. Вот этот бокс, он ставится вот сюда, пластины уходят туда, нагоняется газ, зажигается плазма. После этого с пластин удаляется все лишнее. Дальше, процессы химико-механической полировки. Я вам проведу аналогию. Знаете, в монтажной пеной дырки заливаете, и верх неровный немножко получается. Берете канцелярский нож, срезаете. Вот здесь вот происходит то же самое с кремниевой пластиной, только немножко сложнее. Этап занимает около 10 минут, и срезается сверху все лишнее в ходе химико-механической полировки. Здесь на производстве работает около полутора тысяч человек. И сейчас, что интересно, мы везде находимся в чистых комнатах. Каждые три часа сотрудники, да, вот сидят, они обязаны выходить отсюда, потому что если постоянно находиться в чистой комнате, слабеет иммунитет, микробов-то нет. Каждые три часа сотрудники обязаны выйти в грязный воздух, чтобы подышать. Это для организма полезно. Ребята, следующий этап. Максимально сложный в плане объяснения своими словами, он называется ионное легирование. Пластина загоняется туда. Потом на пластину, на кремниевую, направляется кучок ионов. И после этого у нас была только форма транзистора. А теперь в каждом чипе появились миллионы транзисторов. Это суть ионного легирования. Но один из основных этапов производства чипа. Есть и второй этаж здания, на котором происходит тоже много всего интересного. Может показаться там 5 минут, там 10 минут. На самом деле, с каждой пластиной происходит около тысячи операций. Процесс производства чипа занимает 2 месяца. Дальше у нас печки. Так и называется печки. Сюда ставятся кремниевые пластины. Происходит процесс зарождения, появления блока, в котором хранится в виде 1.0.0.1.1.1.0.0 информация о количестве поездок, если речь идет о производстве билетика для метро. Здесь, кстати, пластины стоят несколько часов. Цех номер 3. И вот теперь, сейчас сниму немножко. Начинается визуально, визуально, самое интересное. Вот наша пластина, которая приехала из первого цеха. Здесь ее сажают на такую подложку. То есть сами чипы, вот они. Вот это тут маленькие, 2000 чипов. Это вот все, вот они. Чипы на паспорта, те самые электронные паспорта, выглядят вот так. Они намного больше. Здесь эта пластина нарезается. Это вот у нас ножи. И вот здесь она вот там вот нарезается. Чтобы информация с чипа передавалась на прием вредающие устройства, допустим, в метро на турникет, берется орфид метком. И вот сюда вот, вот в это вот место вставляется чип. Наносится клей на эту конкретную маленькую точку. И вот здесь вот вакуумные молоточки достается вот этот вот микро-микро... Делаю, я сейчас принесу, кто здесь. Достает вот эти чипы и приклеивает вот там вот на орфид метку. Вот готовый модуль, называется inlay, то есть средний слой чипов. Вот он там, маленький. Готовый модуль, который можно ставить в билетик метро. Сейчас покажем, как это происходит. Вот у нас фасад, фасад билетика. Приехали заготовки. И, собственно, вот сам автомат, который соединяет орфид метку с чипом. И также переднюю часть и заднюю часть билетика. Но билетик еще все как бы не живой. Его нужно оживить, закачать туда данные. Идем. И вот здесь происходит самый мэджик, самая просто настоящая магия. Билетик загоняется на вот такие вот лапки, на крепежи. И за время оборота колеса, в 34 секунды он программируется. Загнался, прицепился, запрограммировался, отцепился, поехал дальше. В 34 секунды. И в нем уже появляется какая-то информация. Проверка качества. Дальше упаковка по коробочкам, маркировка. И едет в метрополитен. И уже в метрополитене кассир прикладывает на специальную опцию. Покажу вам, как это работает. В метро. Когда вы приходите покупать билетик, кассир берет, прикладывает. Кассир берет, там количество поездок. Важный момент. Раньше были билетики, с ними нужно было обращаться аккуратно. Современные билеты можно сделать вот так. Главное потом расправить рфидметку. Ту самую. Смотрим сюда. Вот, я кладу на сканер. Белл. Вся информация готова. Но паспорт, паспорт, паспорт делается там. Напомним, чипы для метро и карты тройка. Вот они. Маленькие. Это вот они и есть. Это чипы. Какие крошечные. 2000 штук. Чипы для паспортов и для банковских карт. Вот такие. Гораздо больше. Это все. Квадратики это все отдельно чипы. Загружается чип-лента. Это чипы карты мир. На чип-ленту наносится клей. И прям сразу же, следующий этап, это нанесение самого чипа. Они берутся с кремниевой пластиной отсюда. Смотрите, он забирает по одному чипу и приклеивает сразу же на этот клей. Вот такой пластин. Вот туда вот, на чип-ленту. Здесь у нас золотая нить. Наносятся контакты. Аккуратно. Это все стоит много денег. И дальше. Они герметизируются. Золотые контакты нужно загерметизировать. Смотрите, какое кино. Кайк. Тут же ультрафиолетовая лента. Все это дело затвердевает. Моментально. Прямо на этой линии. После этого чипы идут на проверку. И если все в порядке, сматывается вот в такой вот барабан. И дальше едет на госзнак, который. Делает вот это. Паспорт 2021 года. Идите сюда. Итак, ребятушки. Ну, это, конечно же, заламинированный макет. Паспорт не настоящий. Паспорт пока официально массово не выпускается. Но, тем не менее, как говорят, он довольно приближен к настоящему. То есть, паспорт российский. Паспорт РФ. Вы знаете, как выглядит обычный паспорт. Паспорт РФ 2021 года. Скорее всего, будет выглядеть примерно вот так. Только здесь будет ваша фотография. Что мы видим на паспорте? Имя, фамилия, отчество. Дата рождения. Ваш пол. Место рождения. Подпись. А также дата выдачи и дата окончания срока действия. И номер, собственно, этого документа. Возможно, пока еще все это уточняется, будут добавлены. Владительские права, ваш СНИЛС, вот та самая зеленая бумажка, которая вечно теряется, а также ИНН. Все это будет добавлено сюда. Сюда также будет добавлена биометрия. Отпечаток пальца. Возможно, радужка глаза, а также скан вашего лица. Все эти процедуры нужно будет пройти. Также здесь будет место вашего жительства. Причем эту информацию можно будет в специальных органах, типа там МФЦ. Эту информацию можно будет менять. То есть, если место жительства сменилось, эта информация здесь меняется. QR тоже будет. Ребятчики, вот такая вот история. Паспорт РФ 2021 года. Если он и будет делаться, то начинка для него будет производиться вот здесь вот, в цехах на заводе Micron. Неоднозначная история. Много разных сомнительных комментариев в интернете на эту тему. Но плюсы, тем не менее, очевидны. Это как минимум надежность. Пластиковая карточка – это лучше, чем бумага. Мы ждем ваших комментариев. Что вы обо всем этом думаете? Ок это или не ок? Удобнее это или неудобнее? Мы с удовольствием почитаем. Завод Micron. Огромное спасибо ребятам, что пустили нас посмотреть, как делаются билетики на метро и биометрические паспорта, а также карты МИР. Было интересно. Ждем ваш комментарий. Паспорт РФ 2021. Увидимся, пока.